876 уголовных правонарушений зарегистрировало агентство по противодействию коррупции с начала года. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил руководитель ведомства Асхаджу Магали. Среди основных видов преступлений – это взяточничество, хищение и злоупотребление должностными полномочиями. Сотрудниками антикоррупционной службы задержано 592 человека, из которых 107 работали на руководящих должностях. Среди них бывшие министры и вице-министры, председатели комитетов и областные руководители. Всего на скамье подсудимых оказались 329 человек. Анализ показал, что коррупции наиболее подвержены работники правоохранительных органов – сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения и образования. В текущем году, наряду с реализацией концепции антикоррупционной политики, проводится точечная работа по исполнению поручений главы государства. Они направлены на искоренение коррупции в наиболее чувствительных для граждан сферах. Так, завершен большой анализ сферы образования, выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, скрытые преступные схемы хищения из фонда оплаты труда. Только в текущем году в производстве антикоррупционной службы находилось порядка 100 уголовных дел, ущерб по которым составил свыше 12 миллиардов тенге. Казахстанцы обсуждают новые правила получения кредитов. Их накануне опубликовали на портале открытой НПА. Так, согласно проекту, с 1 сентября этого года займа на сумму более 3,5 миллионов тенге предлагают выдавать в согласии супругов. В случае одобрения кредита, банк либо микрофинансовая организация запрашивает информацию об одном из супругов через информационную систему ЗАГСа или у кредитного бюро. Далее оформляется разрешение, как в письменной, так и в электронной форме. В разрешении необходимо будет указать дату оформления, сведения о клиенте и его супруге, полную информацию о займе. По информации специалистов, документ будет передавать на каждый кредит перед подписанием договора. Действовать он будет до полного исполнения банковских обязательств. Рассматриваются у нас два варианта. То есть через мобильное приложение самого банка или микрофинансовой организации, а также через мобильное приложение ЕГО. Время мы определили в течение 48 часов. То есть супруга или супруг должны подтвердить согласие на получение кредита. Обязательно будет проводиться биометрическая идентификация. В письменном виде предоставляется уже в самом офисе банка, либо микрофинансовой организации. Расставляется там подпись самого супруга или супруги. Энергетикам Кыргызстана передали партию спецтехники. Раньше некоторые машины приходилось брать в аренду. Теперь они на балансе. Ключи от транспорта вручил председатель кабинета министров Акалбек Жапаров. В партии 60 единиц спецтехники. Это автовышки, манипуляторы, экскаваторы. Теперь устранять неполадки на электросетях станет проще. Особенно в горных районах. По словам министра энергетики Кыргызстана, новый транспорт распределят по всем подведомственным организациям страны. Особое внимание труднодоступным районам. Укомплектовывать парк начали всего несколько лет назад. Но потребность в спецтранспорте по большей части закрыли. Спецтехнику национальной сети Кыргызстана купили на свои средства. Она обошлась в 180 миллионов сомов. На приобретение 30 единиц спецтехники направлено 180 миллионов сомов. Таким образом, в 2024 году мы закупили 65 единиц спецтехники на сумму 271 миллион сомов. В этом году в рамках празднования столетия со дня образования Кыргызстанской автономной области будет открыто 100 предприятий. Все они смогут вести свою деятельность только при обеспечении бесперебойного электростабжения. От вашей работы зависит развитие экономики нашей страны. Налог на сахаросодержащие напитки есть в 50 странах мира. В их числе Великобритания, Франция, Испания, Польша, а также Индия, Южная Африка, Чили и Саудовская Аравия. Большой опыт в этой сфере есть у Норвегии. Там акцизы на такие напитки действуют еще с 1922 года. Причем налог распространяется также и на искусственные подсластители. В 2018 году Осло увеличило надбавку на сахар еще на 80%. Теперь каждый литр сладкого напитка стоит примерно на 250 тенге дороже. Для соседней Швеции это большой плюс, поскольку многие норвежцы приезжают туда, чтобы купить шоколад и другие сладости, потому что там они более чем в два раза дешевле. В Мексике сладкие безалкогольные напитки облагаются налогом в размере песо – это 5 центов за литр с 2014 года. Эта модель долгие года считалась успешной. Однако, в конце концов, потребители перешли на фруктовые соки и послащенные молочные продукты, которые не подпадают под налогообложение. И это свело на нет пользу для здоровья от такого акциза. «На самом деле, сэкономленная сумма может быть даже больше, потому что помимо затрат на здравоохранение, это бы в целом сократило расходы на рабочую силу. Можно ожидать меньше пропущенных по болезни рабочих дней и число занятых, вынужденных уйти на досрочную пенсию по болезни. Это вопросы потери производительности». Власти Франции приняли указ, согласно которому работодатели в случае сильной жары имеют право остановить строительные работы. Вместе с тем, при вынужденном простой рабочий будут получать зарплату в полном объеме. Решение приняли из-за участившихся несчастных случаев на рабочем месте, вызванных высокими температурами. Изменению трудового законодательства пока коснулось только строительного сектора. Год от года накрывающие Францию волны летней жары становятся все более опасными для здоровья людей, говорится в докладе ученых Всемирной метеорологической организации. Сложнее всего приходится тем, кто работает на открытом воздухе. Согласно исследованию, при температуре свыше 32 градусов производительность труда снижается почти на 40%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова